Больше того, я вам скажу, что есть люди, которые получают наставления даже не только от людей, и даже не от ангелов, и не от сверхдуши, а просто от этого мира. Есть такое произведение с Шимадбхагаватами, там описан один мудрец, который рассказывал, как он к терпению учился от дерева. То есть, если медитировать на дерево, настраиваться на его, как на учителя, то можно увидеть, что дерево — это такое живое существо, которое всё принимает от этого мира. Оно стоит и не двигается. Что хочешь с ним делать? Можно обрезать ветки, можно кору содрать. Оно терпит просто, оно никуда не бежит. И у него такая сила терпения накапливается, что эта сила может научить тебя жизни. Когда человек неподвижно сидит вот так вот, застывшись, он тоже обретает такую силу терпения. Но всё равно с деревом не сравнишь. Потому что мы в любой момент можем смыться, а оно нет. У собаки можно учиться верности. Каждому животному Бог даёт такую силу, которая кормит её. У собаки Бог дал верность. Она смотрит на свою хозяину. Она смотрит всё, она готова на всё ради неё. Просто на всё. Если человек обретает эту верность, эту вот способность. У собаки можно перенять это свойство. Это божественное качество. Кошке Бог дал чувство комфорта. Человек должен везде чувствовать себя комфортно. Ну, кошка вот, она чувствует себя очень комфортно. Она может вот и так лечь. Если лапу поднять, она лапу будет держать так. Можно вот так и так. Как хочешь её положи, она ей нормально всё время. Это Бог ей дал такое качество. У орла есть внимательность. Если кто-то видел орла, он смотрит очень точно. Смотрит очень внимательно, неотрывно. Это пророждённое качество. Можно учиться у животных. Бог дал всему что-то своё. И этому можно учиться и перенимать эти качества. Даже учиться можно у этого мира просто. Но мы не хотим ни у кого учиться. В этом проблема. Проблема в нашем желании. Когда человек обретает желание, у него сильное есть чувство к наставнику. Он начинает учиться у деревьев, начинает учиться у всего, что его окружает. И в какой-то момент он обнаруживает, что наставник уже есть. Уже есть наставник. Со мной прямо вот рядом находится. Это жена или муж. Потому что Бог дал близкому человеку видение наших недостатков. Полное. Но он не может нам об этом сказать в обычной ситуации. Он это говорит, когда выходит из равновесия. Он кричит. Ты дура такая! Сколько можно уже это терпеть? Надо внимательно послушать. Там есть правда. Человек кричит очень искренне. Он точно говорит правду в это время. Человек ругается. По крайней мере в начале, не потом, когда обзывают друг друга, а в начале, когда человек в отчаянии что-то хочет сказать, он говорит чистую правду про нас, которую мы не можем понять. Чистую правду. Но так как он говорит это в отчаянии, со злобой, поэтому она не принимается. Но если простить этого человека, потом анализировать слова, то можно очень много в себе открыть нового, интересного. Обычно мы не верим, что это правда. Думают, что он просто обидеть меня хочет. Но человек искренне говорит правду про нас. И эту правду надо принять. И тогда будет развитие внутреннее. Видите, даже близкие люди являются наставниками, но не хотим от них ничего принимать. Дети тоже, да, дети, наставники тоже. Они видят правду тоже. По-своему, по-детски. Каждый человек видит правду близкий с искажением на себя. То есть каждый видит правду для выгоды, для своей. Но они видят все равно же правду в нас, но для своей выгоды. И поэтому мы эту правду не принимаем. Но это же правда. Допустим, муж говорит, женщина должна хоть иногда готовить в доме. Это правда? Но так как вы видите, что гад такой, он хочет, чтобы я для него тут прыгала целый день. Мы не принимаем. Женщина думает, ну ты вообще в нагле. И не принимает эту правду. Это правда. Это обязанность женщины. И женщина в отчаянии говорит, ты хоть копейку в дом принеси. Хватит на диване лежать, сколько можно. Он думает, она меня хочет эксплуатировать. Хочет, чтобы я пахал на нее всю жизнь. Но она же правду ему говорит, что муж должен зарабатывать деньги. Так или нет? Причем правду о других нам легче понять. О себе очень трудно. Но от наставника легче. Потому что наставник это такой человек, который говорит очень по-доброму правду. Он так говорит, он не навязчиво говорит, очень по-доброму. Но так как мы хотим ему верить, потому что он очень сильно работает над собой, он является примером. Когда ты человеку слушаешь, человек, который примером является, и он говорит тебе эту правду гораздо нежнее, и мягче, и спокойнее, с любовью, тогда это входит в сердце слегка. Поэтому нужен наставник. Нужен старший, чтобы говорить правду. Потому что и младшие говорят равные, и равные нам говорят правду. И даже собачка иногда может нам подсказать что-то в жизни. Допустим, я услышал недавно историю такую удивительную. Девушка хотела научиться не ругаться с мужем. У нее что-то не получалось. И она на него наругалась. Начала ругаться с ним. Но не захотела продолжать. И побежала на улицу. Выбежала на улицу. И у них было такое чувство... Ну, женщина знает, что это такое. Чтобы хоть кому-то что-то сказать все равно. Вот. И проходила женщина с собачкой. Собачка среагировала на это чувство, и на нее начала гавкать. И тогда... Женщина сказала... Почему ваша собака без намордника? Закричала на нее так. На женщину, которая проходила. И та посмотрела на нее, говорит... Может, тебе самой намордник надевать? И так как она уже молилась Богу, как бы работала над собой... В этот момент она сконтактировала со сверхдушой. И подумала... Ведь правда же... Ведь правда же... Мне самой намордник надевать уже пора. И это ей помогло уже в отношениях с мужем. Она не сразу смогла себе помочь, но сверхдуша сработала через собачку даже. Знание получила женщина. Видите как? Знание к нам приходит из разных мест. Но... Мы должны его желать. Этого знания. Потому что очень просто жить, думать, что все вокруг виноваты. Но эта жизнь не помогает.